Привет, друзья! Вчера начались продажи умной колонки капсула от корпорации Mail.ru, внутри которой находится собственный ассистент Mail.ru по имени Маруся. Вчера, повторюсь, начались продажи. Капсула стоит 7 990, но тем, кто оформил предзаказ, она досталась за 6 990. Я был как раз одним из таких ребят. Сейчас мы вместе с вами распакуем эту капсулу, посмотрим, что внутри. Я не знаю, как она укомплектована. И вместе с вами её настроим и посмотрим, как она функционирует. Сколько времени это займёт, не знаю, но надеюсь, вы проведёте его с пользой и удовольствием. Поехали! Так, ну давайте посмотрим на логовом Арусе с разных сторон, что нам обещают. Музыкальная колонка с искусственным интеллектом сделает вашу жизнь проще и приятнее. Безупречно звучит, подбирает музыку, интеллектуальные системы, рекомендации на основе ваших предпочтений. Нравится детям, помогает и развлекает, слышит на расстоянии 6 цифровых микрофонов и управляет умным домом. Ну, кстати, я пока ни разу не видел, чтобы Маруся где-то там поддерживалась. Ну, окей, не будем придираться. Внутри капсулы живёт дружелюбный голосовой помощник. Маруся, расскажи мне добрую сказку. Лучше злую. Маруся, включи музыку для концентрации. Маруся, сколько времени мне ехать до работы? Маруся, кто сейчас идёт в кино? Да ничего, кинотеатры закрыты. Сколько времени ехать до работы? Ну, не знаю, секунда 3, наверное, встал с койки и уже на работе. Маруся, мне брать зонт? Да нет, конечно, я и без Маруси знаю. Маруся, напомни, завтра позвонить маме. Ну, в общем, копирайтеры постарались, прям вот увлекательно. Вы уже хотите купить такую колоночку, да? Окей, продолжаем. Так. Опа. И вот он, внутри, замечательный белый боксик. Ну, открываем? Так, ну-ка попробуем мы тебя открыть. Ну-ка, давай, давай, давай. Так. Изобилийте. Всё, как мы любим. Так. Хорошо, внутри у нас, значит, бумажечка. Видимо, инструкция, мы её потом почитаем. Сама колонка. Она в каком-то таком странном мешочке. Такой из очень хлипкой ткани. Но предполагается, видимо, что вы будете носить колонку везде с собой и хвастаться ей. Ну, окей. Так. Колонка, минимум, на ней что есть. На ней есть вот кнопка отключения микрофона. Причём она аппаратная такая вот. Можно нажать и не будет, точнее, отжать. И блок, для подключения блока питания. Ещё вот под этой резиновой штукой, насколько я знаю, есть сервисный USB разъём. Но мы туда не полезем, потому что нам это не нужно. Обратим внимание, что вот эта ткань, которая на поверхности, она не наклеена, как это обычно бывает. Она натянута. То есть она вот так очень хорошо гуляет. И если вы зацепите или ваш котик решит коготочком поцарапать эту колонку, то, в общем, останетесь вы без ткани. Качество, ну, такое, знаете, на четвёрочку. То есть вот я вижу, есть такие зазорочки симпатичные. Ну, с другой стороны, за 8 тысяч, а чего вы хотели? Вы хотели АКГ? А хрен вам. Так, ну что же, что у нас ещё? Вот так, у нас тут зарядочка с надписью капсулу, чтобы не перепутать. Зарядка абсолютно типовая. Мощность там 2 ампера на выходе. Ну, в общем, такая абсолютно база вещь. Может быть, нам что-нибудь ещё хорошее. Ах! Да. Ну, внутри нам положили две полоски таких из жёлтой смолы. Это, видно, что так символизирует. Ну, и вообще, вот качество упаковки, конечно, вот, я не знаю. Это вот, знаете, вот есть выражение такое, как это нехорошее, там, из палок и чего-то ещё. А вот тут из поролона и бумаги. То есть вот что это, блин? Это вот, эта упаковка, вы её вообще из чего делали? Причём тут бумага, это, причём тут, там, внутри вот эти жёлтые что-то. Вы туда, что вы туда делали, скажите, мне просто интересно. Ладно, в общем, это вот. Ну, вот, понимаете, mail.ru. В ДНК каждой компании есть такие базовые вещи, которыми она не может поступиться. И вот как раз, видимо, ДНК mail.ru здесь и сказалось. Ладно, не будем, не будем зловредничать. Давайте-ка мы коробочку отложим в сторонку, совсем барахлом, и начнём настраивать нашу колоночку. Привет, меня зовут Маруся, и я помогу вам настроить колонку. Для этого установите приложение Маруся на ваш телефон. Запустите приложение, нажмите на кнопку с микрофоном и скажите «подключить колонку». Следуйте моим инструкциям. По окончанию установки я расскажу вам, как пользоваться колонкой и чем ещё могу быть полезна. Так, ну вот, приложение уже есть. Подключить колонку. Так. Так, 5 ГГц поддерживаются. Окей, сейчас. Думай, думай. Ага, всё. Колонка настроена и готова к работе. Давайте я помогу вам узнать больше о том, как пользоваться капсулой. Это займёт не больше трёх минут. Скажите «да», если готова начать. Да. Спросите меня, какая погода в вашем городе? Какая погода в вашем городе? Сейчас в Москве облачно с прояснениями. Температура 8 градусов чувствуется как плюс 1 ветрено. У вас отлично получается. Попросите меня включить спокойную музыку. Маруся, включи спокойную музыку. Отлично. Управлять громкостью колонки можно при помощи тач-панели наверху. Проведите пальцем по внешнему кругу и выберите комфортный уровень громкости. Или просто попросите меня сделать громче. Ну и что дальше? Ау, Маруся! Что-то не работает ни хрена. Что-то вообще ноль эмоций. Маруся, что за херня? Маруся! О! Кажется, вы уже разобрались, как пользоваться этим навыком. Погоди. Я могу искать ответы на ваши вопросы в интернете и делиться актуальной информацией. Спросите меня, какой сегодня курс евро? Какой сегодня курс евро? 83 рубля. У вас отлично получается. Ну вот и все, наш краткий экскурс закончен. Если хотите узнать больше о моих навыках, просто спросите Маруся, что ты умеешь. Ну то есть погода, музыка и курс валют. Окей. Ладно, Маруся, включи Ольгу Арефьеву. Ну... Включаю Ольгу Арефьеву. О, ты знаешь Ольгу Арефьеву. Это хорошо. На самом деле Ольга очень хороший музыкант, но не очень распространенный. Так, что там? О, новый альбом Хина. Здорово. А давайте что-нибудь западное. Алиса, включи группу The Doors. Ха-ха, не работает. Ладно, Маруся, включи группу The Doors. Включаю The Doors. Так, ну-ка, погромче. Что-то громкость вообще какая-то... Что-то вообще я... Блин. То есть, по идее, оно должно просто работать, а оно не работает. Я как, знаете, как джинны вызываю. То есть, там, джинн, вылезай, давай. Джинн. Блин. Ну вот, что это, ребят? Ну, в общем, все, не работает. А, нет, заработал. Ну, нормально, да? Да, кстати, обратите внимание, что громкость регулируется. Вот, когда ты крутишь, она появляется на экране. И вот, в общем, как-то это не очень очевидно. Хорошо. Кстати, звук, на самом деле, достаточно приличный. Здесь стоит... Так, опять перестало. Блин. Марусь, ну... Это что? А я... Что это? Вот это... Что сейчас такое было? Что за пердеж? Блин. Ну, в общем, короче, я ничего не понимаю. Такое ощущение, что эту колонку можно использовать вот реально только с таймя. А если ее положить, то она уже начинает заниматься фигней какой-то. Но, будем справедливы, качество звука вполне приличное. То есть, я бы даже сказал, хорошее. Там стоит внутри два динамика. Один басовый, один средний. И средний и высокие частоты. Вот вместе они, в принципе, играют неплохо. Но! Играют только с одной стороны. То есть, несмотря на то, что... Так, блин. Да что? Что такое громкие-то? Блин. Маруся, сделай потише. Прикол в том, что когда... Вот смотришь на эту колонку, кажется, что она должна с двух сторон играть. Она играет только с одной. То есть, вот с этой, с лицевой. А с этой ничего не происходит. То есть, такое маленькое, не то чтобы жульничество, но с точки зрения дизайна, да, это самое настоящее жульничество. Хорошо. Маруся, как заказать еду? Я ничего не нашла про как заказать еду. Маруся, расскажи про Delivery Club. Delivery Club. Мобильная и десктопная платформа для доставки еды, принадлежащая mail.ru групп. Главный офис находится в Москве, Россия. Как заказать еду в Delivery Club? Маруся, как заказать еду в Delivery Club? Delivery Club. Мобильная и десктопная платформа для доставки. Нет, Маруся, как заказать еду в Delivery Club? Delivery Club. Мобильная и десктопная платформа для доставки. Ну, Маруся, все, молчи, спасибо. Так, хорошо. Маруся, как разместить объявление на сервисе Юла? Все? Маруся, как разместить объявление на сервисе Юла? Я ничего не нашла, про как разместить объявление на сервисе Юла. То есть, ты не знаешь сервис Юла? Хорошо, прекрасно. Это очень, я думаю, хорошо символизирует. Ну, что еще полезного? Маруся, давай закажем такси CityMobile. Я пока не умею вызывать такси. Ой, как жаль. Так, Маруся, включи успокаивающую музыку. Маруся, включи группу Уй, Забей. Ставлю секрет, Забей. Слушай, что это потрясающе. Маруся, включи сектор газа. Включаю сектор газа. Ну, слава Богу. Маруся, погромче. Ну, ладно. Маруся, давай на что-нибудь поиграем. У меня есть викторины клевер, киноцитаты и ерундопель, игры верю, не верю, голоса зверей, таблица умножения города, угадаю столицу, любовь-морковь, фанты и загадки. А еще могу подбросить монетку или погадать на шаре судьбы. Во что хотите сыграть? Погадай на шаре судьбы. Где же мой шар судьбы? Ах, вот он. Скажите, готовы, когда загадаете вопрос? Я хочу спросить, когда закончится самоизоляция. Готов. Простите, не расслышала. Пожалуйста, повторите. Готов. Простите, не расслышала. Пожалуйста, повторите. Да. Не лучшая ваша идея. Окей. Хорошо. Маруся, чем ты лучше Алисы? Извините, но похоже, я не расслышала ваш вопрос. Алиса хорошая? Извините, но похоже, я не расслышала ваш вопрос. Это очень здорово. Маруся, Алиса хорошая? Я в замешательстве. Маруся, попробуйте подбросить монетку. Ну, окей. Хорошо, Маруся. Конечно. Я хочу разместить пост ВКонтакте. Извините, но похоже, я не расслышала ваш вопрос. Слушай, ну у тебя же там шесть микрофонов. Ты должна... Маруся, расскажи анекдот. Надеюсь, вы шутите? Маруся, расскажи анекдот. 49% несчастных случаев происходят после фразы «Смотри, как я могу». И еще 51% после фразы «Да ну, смотри, как надо». Давайте продолжим игру. Надеюсь, вы шутите? А, да. Я шучу. Маруся, ты что замолчала? Если у вас остались вопросы, можете попросить меня подбросить монетку. Блин, вот еще бонус обнаружил. Маруся, включи аквариум. Я могу часами наблюдать за рыбками в аквариуме. Маруся, включи песню аквариума. Включаю аквариум. Маруся, выключи. Ну вот и вот. А вот, ну-ка, Маруся, включи пикник. Включаю пикник. Ага, пикник знает. Ага. Маруся, выключи. Ну вот, понимаете, вот все у нее так, вот все как-то непонятно как. Ладно. Ну, вы знаете, наверное, пора закругляться. Наверное, пора закругляться, но первое впечатление всегда принято считать самым правильным. Вот по первому впечатлению Маруся представляет собой что-то очень сырое. Все разумеется. Ну вот, да, то есть, мне кажется, что пока Маруся представляет собой очень слабого конкурента для Алисы, очень много каких-то странных недоделок, как на аппаратном уровне, так и на программном. То есть, она, в принципе, неплоха, и фактически получается, что она может только включить музыку и сказку, а все остальное как-то вот немножечко через одно место. Хочется верить, что с новыми прошивками все станет гораздо интереснее, но пока, пока, я бы, наверное, советовал вам что-нибудь с Яндекс.Алисой внутри, тем более, что кроме, собственно, продукта Яндекса, есть куча альтернатив от LG, от Ellari, от еще нескольких производителей, которые звучат вполне прилично, а стоят недорого. Ну, а я продолжу эксперименты. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, вам было не очень скучно. Обязательно подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Маруся, включи хомяка. Маруся, включи хомяка.